Всем привет ребят, с вами Безумный ТВ и сегодня у нас очередная серия выживания на Безумном Острове, так что я прожил уже здесь несколько недель и не знаю что здесь творится. Короче, тут происходят очень странные вещи, ночью вылезают разные монстры, под землей что-то шумит и я исследую подземелья, они очень страшные, но у меня появилась новая стратегия как их исследовать и сегодня в этом видео вы увидите это. А также посмотрите на мою прекраснейшую ферму, сколько у меня уже куриц и коров даже, так что с голоду уже не умрем. Ну что ж, ребят, мы начинаем, если вам данная серия нравится, обязательно ставьте лайк, а если нет, то дизлайк и пишите почему, что нам нужно добавить, что изменить, чтобы все же контент был поприятнее. Давайте мы сразу приоденемся. Кстати, нашел я тапочки на алмаза и, короче, нашел еще 6 алмазов. Конечно же, я их выкопал, то есть киркой нашел, копал в земле, а в шахте, именно исследуя вот эти темные территории, я толком ничего-то не нашел. А, кстати, хотел одну классную штуку вам показать. Ребят, помните, в начале еще первой серии, если вы ее не видели, то ссылку на нее я оставлю в описании, у меня была удочка. Короче, удочка, обычная удочка и, конечно же, книжка на зачарь везучий рыбак. Короче, я эту книгу в наковальне зачарил и теперь у меня есть удочка на везучий рыбак и я скажу вам, что вообще повезло вытянуть шипы. И, конечно же, я еще словил вот такую вот удочку. Она, конечно, поломанная, но смотрим, она на починку, ребят, она на починку и прочность, это топовая удочка. И, короче, я хочу вот эти две объединить, еще нашел шипы, точнее, не нашел, а выловил. Короче, ребят, везучий рыбак это топ. Это настолько крутая удочка, повезло, что я ее нашел. Давайте сейчас мы быстренько забросим, чуть-чуть порыбачим, посмотрим, что у нас на этот раз попадется. Короче, попало, я два раза закидывал, раз шипы, а раз вот эта удочка, очень крутая. Так что, надеюсь, сейчас тоже что-то хорошее вытащим и пойдем дальше, чуть-чуть порыбачим. Короче, и попробуем перечарить удочки, сделать с них одну, ну, чтобы был вообще топ, вообще, не знаю, офигеть. Это вообще круто, что мне шипы выпали, но осталось сделать как бы алмазную броню. И сейчас я что-то вытяну, вот что-то плывет, давайте ждем. И оп, есть, что мы вытянули, просто рыба. Ну, блин, ну серьезно, когда я рыбачу соло, то у меня в 100 раз лучше клюет. Ну, скажу вам, что на этом острове мой, как бы, по времени игровому, я выживаю уже примерно 20 дней. И за это время, кстати, грядку увеличил, как видите, очень сильно. Сейчас мы ее осмотрим, покажу вам. Пишите свои рекомендации, что бы вы хотели еще увидеть в этом выживании на острове. И поехали еще раз, давайте рыбочку, я надеюсь, что это крутое. О, плывет, 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 и, 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 давай, 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 есть. Это, опять же, рыба, ну серьезно, серьезно, смотрите, какая грядка. Я здесь уже выращиваю вот тростник, чтобы делать сахар. Короче, рыбачить мы сегодня не будем. А, еще, ребят, еще хотел показать. Короче, нашел я пузырьки опыта, вот они. Я еще никогда такое не юзал, если честно, вообще в игре даже не юзал. И не совсем, ой, железо переплавилось уже мое. И не совсем знаю, как это использовать можно. Так, это не готовится. Это, это готовится, хорошо. Хорошо, напишите, что с этой рыбой делать, вот с этой, голобрюка. Она, походу, ее нельзя есть, она не готовится даже, я не знаю, что с ней делать. Вот, у меня есть сколько золота и 7 алмазов. То есть, один я нашел в сундуках, в пещере, вот там в забросках. Кстати, там же я нашел и постель, кроваточку, и наковальню. Так что, это топ. Ну, смотрите, чтобы вот с этой удочки сделать вот это, и вот получить вот такую вот офигенскую удочку, просто на прочность, починку и везучий рыбак, нам нужно 13 опыта. У меня только, к сожалению, сколько там, 7. И у меня есть вот такие банки, пузырьки опыта. Я их тоже нашел в развалинах. Сейчас я вам покажу, как я лутаю развалины. И что, они мне дают? Ничего. А, он дает опыт, зацените. Мало, но как бы дает. Ну, я даю, сколько я смогу? Мне 13 надо. Давай, пожалуйста, веби, 13. Да, 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 походу будет 13. Нет, не будет, блин, 13. Нет, не выпало 13. Ладно. Короче, шипы, и у меня, походу, это уже другие шипы, вторые шипы, потому что одни я уже нет. У меня нет шипов, в смысле. Я помню, что я находил одни шипы. Так, ладно, я, короче, слишком кубу раскатал. Получается, что шипы я не словил на удочку, я их нашел в заброшках. Короче, когда я лутал вот эту шахту вот там. Я нашел шипы. Сейчас покажу вам, как я это все лутаю. К чему я пришел, как я это делаю. Мы можем сейчас корову одну убить. Давайте мы... А, нет, давайте мы вот что-то прикольное приготовим. У нас есть много яиц, есть молоко, есть вот эта штука и вот эта. Там я знаю, что можно что-то классное скрафтить, какую-то еду. Давайте посмотрим, что мы можем скрафтить. Пирог. Тыквенный пирог. Давайте мы его... А, нам нужно... Я понял, нам нужен сахар, а сахар у нас из тростника. Так что все будет налегке. Давайте быстренько сахар. Ну, короче, сегодня празднуем. Сегодня у меня будет очень вкусная еда. Наконец-таки. Прожил уже несколько недель на острове, можно и поесть. Вот, есть тыквенный пирог. Хорошо, еще один можно. Да, еще один, да. И больше нельзя. Ну, ладно. Короче, ребят, три тыквенных пирога. Это очень круто. Я не знаю сейчас, насколько он нам восстановит. Но вот, возьму с собой один. Молоко оставляем. Так, это ведро сюда возьмем. Ну, все. Яйца тоже сюда. Короче, один тыквенный пирог. Давайте мы его съедим. Нет, давайте мы проголодаемся. Так, сначала мы отъедимся полностью арбузами. И потом проголодаемся и посмотрим, сколько этот пирог нам вообще восстанавливает. Давайте мы коров покормим. У меня уже, вот смотрите, какая большая ферма. Я ее развил. Занимался этим развитием постоянно. По сути, в основном я только выращивал вот эти огород, развивал и ферму. Кормил животных, чтобы они размножались, чтобы их было побольше. Как же вам, думаю, вам интересно, как же я все же добываю вот в шахтах это все. Как я туда хожу лутаться. Волка я с собой не беру. Он у меня один остался, так как в Робинзона Крузо будет пятница. Мы его назвали пятница, так что он у нас, бедняжечка, выживает один, не знаю. Короче, я просто скрасил свой досуг. Будем с ним болтать иногда. Так, смотрите, как я лутаю вот это все, все эти развалины. Я уже вот очень много залутал. Ребята мне сегодня на стриме сказали, чтобы спамеры не спамили мобов. Нужно вот так их факелами обставить. Так что вот такой вам лайфхак. Просто оставляем факелы. Но я, конечно, об этом не знал, остальные вроде бы как знали. Итак, сейчас мы... Я покажу вам, как я... В смысле, как я лутаю вот эти заброшенную вот эту шахту, да? Вот, например, найдем сейчас место, где у нас... Так, это что такое? Вот, например, вот такое вот место находим. Но тут нам... Ладно, смотрите. Короче, мы берем вот так. И бэм. И так продолжаем. Можем бывать так. Или... Ну, или мы его вот тут сагрили сюда. Сейчас я, кстати, вот здесь вот все... Тут все было нормально. Я не знаю, почему они тут заспамнились. Короче, вот таким образом из лука я их убиваю. Или же просто заливаю все лавой. Сейчас я вам покажу другой свой способ. Но я... Тут, кстати, в этих забросках... В забросках можно очень легко заблудиться. Так что нужно тоже быть осторожным. Хотя я уже столько раз здесь был, что проблем не должно быть. Короче, а где же здесь были еще скелеты? Очень много скелеттуров. А, вот они, похоже. Ну, блин, это тоже самое место. Ну, да ладно. Давайте я вам покажу, как я их фармлю. То есть, по сути, я их фармлю из лука. Вот они подходят. И дальше уже мечом. Или я просто заливаю все лавой. Ну, тут как когда? Как получается? То есть, лавой мы не зальем, потому что пауки постоянно сверху. И мы их не зальем лавой. Но я хотел бы вам показать в каком-то другом месте. Но не могу найти проход вот этот, откуда я... Так, тут сундук пусто. Кстати, в этом сундуке мне выпало... Так, а что тут? Так, тут надо это убрать. Короче, чтобы не блудить, короче, я вот так сделаю. Короче, в этом сундуке мне выпали вот именно опыт. Пузырьки опыта. А тут только пузырьки опыта были и один, по-моему, алмаз. Так, тут ничего не спамится. Видите, я осветил, все, они уже не спамятся. Так что, все хорошо. А если хотим, чтобы заспавнились, убираем файки, и они начнут спамиться. Так, нам нужно убраться. Так, а тут что такое? Короче, мне нужно как-то там с пауками разобраться. Я еще не знаю как, не придумал. Но и покажу вам, как я вообще все зачищаю. Как я прохожу дальше по этих подземках. То есть, исследую эти подземелья, потому что здесь реально очень много лута. И повезло, что... Теперь, кстати, у меня же есть алмазная кирка. Я в той серии ее сделал. Еще раз ссылочка, на которую будет в описании. Вот в этом сундуке мне выпали какие-то... А, тапочки мне алмазные в нем выпали. И железная бронька. Так что я теперь... Ну, короче, неплохо приоделся. Так. Как я и говорил, здесь очень легко заблудиться. Я иногда вот начинаю кругами ходить. Как видите, да? А вот, может, это здесь было. Вот, да. Вот сюда мне надо. Короче, как-то... Что я буду сейчас делать? Ну, давайте мы попробуем именно вот таким образом. Просто убивать их. Ой-ой-ой, ребят. Нам тут не получится их так легко убивать. Они не лезут. Они не лезут. Это хорошо. Можем их убивать. Ну, видите, как их много. Тут, то есть... Ребят, тут очень аккуратно надо. Но я... Короче, если бы я вот так всех убивал, у меня бы уже алмазного меча давным-давно не было. Поэтому я заливаю все лавой. Просто заливаю лавой. Что их? Сколько их там? Дайте мне. Так, мне нужен булыжник. Короче, смотрите. Я убиваю их. И вот так медленно, вот как я продвигаюсь, вот так убил, типа. И вот так сделал. Вот. Откуда вот эти здесь? У меня вообще... Я понятия не имею. Как они сюда попали и откуда? Вы откуда сюда приперлись? Алло. Они, походу, лезут вот оттуда. Так, осторожно. Одного убил. Дамажат они неплохо. Так, еще мне откуда-то прилетает. Ага, вот. Так, и тут сразу нужно застроить. Они где-то отсюда влезут, походу. Нет, не лезут. А что такое? А, нет, лезут. Вот они. Вот спаунер. Короче, сейчас я вам покажу, как я... Как я от них избавляюсь. Вот они. Откуда полезли это твари. Давайте мы вот эту лаву уберем. Короче, видим, сколько здесь всего, да? Оп, оп, тихо, 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 тихо. Сюда не лезть. Так, ну с пауками, конечно, тут что? Я все забрал. С пауками посложнее намного. Давайте мы сделаем, чтобы они там поменьше спавнились. Вот так. Вот так я делаю, короче. Так. И можно еще тут осветлить, чтобы они не появлялись. И вот с этой стороны, сейчас я вам покажу, как мы делаем. Ведро лавы у меня, как видите, есть. И мы берем ведро лавы. И делаем вот так вот. Сейчас. Все, она прям туда пошла. Короче, они там горят. Дай всем удачи. То есть мы чутка заливаем лавой, а потом уже мечом дочищаем. Давайте сейчас пирог вот этот съем. Посмотрим, сколько он восстанавливает. А он не хило так восстанавливает. Он сразу фул, как мясо прям. Нормально. Хорошо. Вот его можно готовить, значит. Так, ну что ж, посмотрим, сколько там пауков. А их много. Тут очень много. То есть мы видим, они просто в воздухе. И из-за того, они не получают дамаг из лавы. А вот все, упал один в лаву. Хорошо. Короче, нам нужно осветлить там все. Вон, видали, сейчас будет лезть ко мне. Осторожно. Но их там очень много. Там спавнер. Нужно спавнер разрушить. Так, хорошо. Ну что, будем пробовать. Щит. Вот так медленно просто продвигаемся вперед, да и все. Вот спавнеры их. И делаем как... Блин, как ребята говорили, нужно сделать. Но я не успеваю, они спавнятся очень быстро. Нужно осветлить, короче, чтобы они не спавнились. Хорошо, быстренько, быстренько. Вот так, вот так, вот так. Так, и знаете, что нужно сразу сделать для страховочки? Вот здесь закрыть. Все. Не знаю, что тут, конечно. Вот там что. Блин, ну... Куда я залез? Так, вроде бы осветлили, и они не спавнятся сейчас. Так, тут уже можно прочистить вот этот проход, чтобы я знал хоть потом, куда идти и откуда. Вот, хорошо. Набираю булыги побольше. Я булыгой сразу закрываю. То есть я чуть-чуть прошел вперед и закрыл, прошел и закрыл. Ну, таким образом будем выживать. Так, что? Посмотрим, что в этой стороне. Можно вот так сделать просто, да и все, и не париться. Как думаете, что в конце? Ничего, просто... Нет, здесь все же что-то есть. Заценили? Сундук закрытый был. А? А что я нашел? И это тотем. Ребят, я нашел тотем и кар... Что это мясо? Отлично, у меня есть тотем. Ой, а ты что тут заспавнился? Алло. Как ты тут заспавнился? Откуда он заспавнился? Я же все осветлил. А, он просто, наверное, в темноте заспавнился. Можно поставить факел. Короче, и можно собрать, попробовать паутину. Я не знаю, давайте. Она, походу, не... Чем ее собирать? Ножицами? Да, ножицы нужны. Ладно, это мы не будем трогать. Потом заберем. Короче, сундук забираю. Короче, есть тотем. Отлично. И эти, короче, это... Вот это именно шахта. Она, я не знаю, сколько она глубокая. Но, походу, ведет очень далеко. Так. И там еще сундучок, зацените. Что мы сделаем? Мы сейчас... Ой, тихо, тихо, тихо. Вот это было бы... Сейчас не ловко. Так, нужно максимально все осветить, чтобы они тут даже не думали спавниться никогда в жизни больше. Так, что внизу? Я не знаю, что внизу. Давайте поедим, будем идти дальше. Интересно, что там. Давайте мы так сделаем. Знаете, как мы сделаем? Мы сделаем... Сейчас дорожку себе. А потом уже пойдем вниз. Вот. Что в сундуке? От автора. Книга от автора. Ребята, это уже интересно. Книга от автора. То есть тот, кто создал карту, оставил нам подсказку. Оп. Ну, хорош. Ха, наевал. Хорош, красавчик. Да, молодец. Прикольно. Было интересно. И те, ну ладно, заберем сундук. Ну, он молодец. Прикольно карту сделал, кстати. Довольно-таки интересно исследовать эти вот пустоши, короче. Интересно, что внизу. Пошли вниз. Только не спеша, главное. Я тут... Я не знаю, что тут. Походу, тут просто ничего. Типа, конец... Конец всего, да? Да, тут просто пустота. Я поставлю факелы. Получается, это типа конец этой шахты. Ну да ладно. Прикольно, кстати, было их исследовать. Что это? Получается, в этой... Ху, я уже испугался. Куда я попал? Ну, получается, в этой стороне шахты уже все. Или не все? Там же какие-то проходы есть. Ну, вроде бы все. Будем потом раскапывать, короче, изучать. Но, походу, эта сторона все. То есть мы, по сути, шахту... Оба-на, а ты что? Тут откуда ты спавнишься? Тут же все осветлено. Нужно осторожно. Короче, нужно шахту осветить получше. Все осветить просто. Максимально все осветить. Чтобы здесь ничего не спавнилось больше никогда. Так. Ну что ж, все. Вроде бы карта изучена. Ну что, давайте, поехали. Тогда из шахт... Сколько мне это нужно было? 13 оп, 13 левела. И у меня уже, как бы, есть такой уровень. Но теперь у меня возникает вопрос, стоит ли мне чарить именно вот эту всю штуку. Потому что я сейчас сделаю в Изучий Рыбак на починку удочку. Но, блин, протрачу весь свой опыт. Все, что нафармил за время игры. Так что, ребят, давайте вы напишите, что лучше сделать. То есть чарим мы или не чарим. Так, книжечка от автора. Это шипы, это не то. Вот. А тут у нас откидывание, кстати, еще есть. Так, книга от автора. Вот эту мы сюда. Вот эту сюда. Скинем то, что автор нам оставляет. Вот сюда. Так, есть 7 алмазов. Нужно 8, чтобы сделать хорошую броню. И тогда накинем шипы. Откидывание можно будет... Ну, блин, давайте мы в Изучий Рыбак еще попробуем полутать. Половить рыбу. Может, что-то сейчас поймаем. Но оказывается, что вот эти шипы, которые у меня есть, что я их просто реально нашел. Что я их не вытащил удочкой, как я сразу подумал. И в следующем ролике уже, ребят, вы увидите, как мы будем строить дом на дереве. Так что обязательно, что мы вытянули? Седло, седло, ребят. Вот это топ. Ну, вот это красота. Реально, седло вытащил. Ну, удочка вообще крутая. Не жалею, что я ее зачарил, потому что у меня послал только 6 опыта. У меня была книжка на везучий рыбак и удочка. Вначале я нашел это все как бы в сундуке. Когда пришел только на остров первой серии. И сделать себе вот такую вот удочку. Теперь у нас есть седло. Осталось найти коня, который у нас не спавнится вообще. Да ладно. Может заспавнится со временем. Нужно, кстати, будет в следующей серии сделать домик на дереве. Оп. Что у нас? Опять эта рыба. Иглобрюх. Напишите, что с этой рыбой делать, потому что я понятия не имею. Она, по-моему, отравлена. Ее есть нельзя. Так, седло. Ну, пирог тоже мне очень зашел. Очень крутая штука. Теперь можно будет его крафтить. Седло оставим здесь. Есть у нас паутина. Мы можем, кстати, из... Вот из этого сделать... Давайте из железа сделаем ножницы. Все же у нас их еще нет. И пойдем заберем... Не, стоп, ножницы вот так крафтить. Да. Хорошо. То есть нам получается только два. И тотем есть. Отлично. Тотем, конечно, я сейчас с собой носить не буду. Это бред. Оставлю его на базе. Ну что ж, поехали. Заберем всю паутину, которую я нашел в шахте. Что там пятница? Кушать на тебе, братан? Может, ты жрать хочешь? Давайте мы его покормим. Вот. Давайте. Пусть жрет. Ну, я не знаю. Не бейте сердежка. Он меня очень сильно любит. Но жрать ему нечего. Так. И давайте я... Знаете, что сделаем? Вот так вот. Напрямую. Наконец-то вот. Проходик прямой сделаем. Тут у нас ни черта нет. То есть... Так. Я надеюсь, тут никто не заспанился. Ну, я слышу где-то звуки мобов. То есть, еще где-то кто-то спавнится. Только где? Так. Это что такое? А, тут я был. Это все. Вот. Давайте ножницы. Хорошо. Да. Ножницы можно собирать. Отлично. Или, может, я тупанул, и их можно было и так собирать. Ну, да ладно. Ножницы что? Не пригодятся. Я думаю, пригодятся. Домик на дереве строить, пригодится. Так. Ну, давайте мы здесь можем еще попробовать раскопать. Посмотреть, что тут у нас есть. Скорее всего, что тут ни черта нет. Давайте мы просто уберем все блоки. Вот, скорее всего, что шахту я уже реально всю изучил. Под землей мы жить, конечно же, не будем. Сделаем себе домик на дереве. Все же мы на необитаемом острове. Чтобы было вам интереснее смотреть, все же сделаем крутой домик на дереве. Варианты, кстати, домика тоже можете мне скинуть, если у вас есть какие-то варианты. На ютубе вы находили какие-то классные ролики, именно ивенты по постройке домика на дереве. Можете мне скинуть, я с удовольствием построю такой же. И предлагайте что-то свое. Будем все делать, чтобы вам было максимально интересно. Мне будет интересно что-то классное для вас строить. Так, давайте топорик. Ну, инвентарь у меня уже довольно неплохой. Все, сундуки забрали. Это можем все оставить. Короче, потом будем думать, что с этими спавнерами делать. И можно ли спавнеры забрать? Наверное, все же нужно шелковое касание. Так что удочка, везучий рыбак нам еще пригодится. Будем рыбачить. Так, выходим из шахты. Пойдем покормим животных. И будем на сегодня заканчивать данное видео. Показал вам самое главное, что хотел. Короче, есть у меня такие вот сейчас очень-очень много всяких крутых штук. Кстати, тоже чаровальню мы нашли в первой части. И сегодня мы будем разводить животных, точнее коров, чтобы сделать себе книжки. И потом можно будет сделать крутую чаровальню, чтобы чарить уже вещи. Так что не пропускайте серии. Потому что если вы что-то пропустите, потом не сможете понять, откуда это взялось, где я это взял, как я это добыл. Так, картошка. Картошку мы сажать не будем, а вот семена высадим. Все, семена все высадили вроде бы как. Так, да. Тут лучше не сажать, ребята. Сейчас напишут, что ты сажаешь. Если через один надо сажать, ну то ладно. Так, теперь, пока это все растет, мы животных покормим. И можем сделать уже первую книжечку сегодня. Вот в этом ролике мы сделаем сегодня первую книжечку нашу. Давайте откормим животинку. Все вроде бы. Так, хорошо, это оставляем. Так, вся еда у нас сверху, кстати. Так, это сюда. Картошку тоже сюда. Лава картошка. Это что, мясо у нас? Да, мясо жареное. Хорошо. Вот мне интересно, сколько пирог максимально восстанавливает. Сегодня мы его подождем сейчас, чтобы проголодаться. И потом съедим. Так. Также, кстати, у нас будет выходить видосики, когда я буду охотиться. Какое-то животное выпускать и с луком за ним гоняться охотиться. Короче, если хотите, мы можем тоже такие серии роликов выпускать. Вот, например, мы выпустили бы корову и пам ей сделали. Но в загоне так мы делать не будем. Мы просто будем вот так делать. Все. Куда ты бежишь? Вот сейчас ты станешь у меня жертвой моей охоты. Вот. Так, есть у нас кожа. В смысле не выпало? Серьезно? А что она? Я надеюсь, она в этой... А, выпадает. Хуй. Я уже думал, что в этой части... Вот именно в этом майне кожа не выпадает. Я уже подрастроился. Четыре кожи. Сколько там надо? Три на книжку. Все. Так. Давайте пройти. Все. Все остальные живут. Больше не убиваем. Еще немного развели, чтобы всех убивать. Мясо есть. Сейчас у нас будет стейки. Но это вообще будет круто. Так. Всю еду вверх. Кожа есть. Так. Давайте мы попробуем скрафтить сейчас. Стоп. Нам еще нужен тростник, походу. Ну, точнее, бумага. У меня где-то было очень много бумаги. Мы в развалинах находили бумагу. Или я так думаю, что мы ее находили. Что, не находили, что ли? Как так-то. Я думал, находили. Нет, бумаги у нас нет, к сожалению. Ну, да ладно. Сейчас скрафтим. Так. Бумага. Как она там крафтится? Вот так? Бумага. Да. Отлично. Я не знаю. Нет. Вообще бумага нужна для книг? Походу, нужна. Короче, мне нужны книжки. Так что давайте посмотрим. Где их искать-то? Потом в общем чаре найдем. Смотрите, сколько у меня всего здесь открыто уже. Так, пирог. Вот этот пирог я еще хотел сделать. Нужен сахар, молоко, яйцо. Вот сейчас сделаем еще пирог, чтобы открыть его. И на этом будем заканчивать. Так, я не понял, а где книжка-то? Че-то я пропустил книжечку, не вижу вообще ее. Вот здесь чарование, а почему здесь книжки-то нет? Да ладно, сейчас сделаем. Сейчас, я думаю, как-то сообразим или не сообразим. Сейчас будем гуглить, наверное, еще. О, книжка. Серьезно повезло. Видали, как просто есть? Отлично, первая книжечка у нас. Так, нам, значит, нужно побольше тростника вырастить. Где у нас тростник-то? Походу, вот он был. А он у меня 27. Хорошо, сделаем из тростника. Ну, практически, сколько там? Ничего не остается, да? Давайте 9 оставим. Знаете почему? Потому что я еще сахар хочу сделать. Так, все. Теперь бумагу вот сюда. И так вот, книги. Есть у нас книги. То есть мы уже можем сделать первую полку. Чуть попозже. Так, теперь сахар. Готово. Яйца там нужна. Вот это, вот это и молоко. Давайте сейчас забабахаем все пирог. Вот это будет вообще круто. Пирог. Вот это выживание называется. Оп, пирог есть. Хорошо. И ведра забираем. Так, вот ведра сейчас сразу же напомним. Наполним молоком. Так, отлично. Ну, короче, вот это круто. Вот это все. Пусть будет у нас молоко. Немножечко оно будет. Так, дайте молоко. Все, и одно ведро пустое. Потому что я воду им таскаю. Так, все. Торт есть у нас. Хорошо. Бумага не сюда. Яйца сюда. Это все оставляем у нас. Ну, я думаю, что вот так вот сегодня у нас получилось. Вот тут у меня сундуки, которые я собираю. Еды довольно-таки много. Кто знает, что делать с иглобрюхом, пишите. Потому что я вообще понятия не имею. Так, сахар тоже сюда. Все остальное у нас будет. Можем из паутины себе сделать какую-то ловушку, когда мобы к нам лезут, чтобы они хотя бы пролезть не могли. Но это уже попозже. Если хотите, чтобы мы что-то такое сделали, то пишите. И нам нужно удочки сбить в одну. Ну что ж, давайте собьем. Нет, давайте мы все же порыбачим вот это, а потом уже будем взбивать, когда она поко... А, стоп, нет, так не получится. Потому что это уже покоцанная, так что нам одна нужна рабочая. Давайте собьем. Как мы делаем? Мы делаем плохую удочку, берем яйца, и у нас получается отличная удочка с топовым зачаром, я считаю. Какой там зачар? Смотрите. Прочность, везучий рыбак 3 и починка. Так что поехали, попробуем сейчас чуть-чуть порыбачить. Нужно еще не забывать тростничок собирать, а то у меня его тут не так уж много. Вы еще скажи, что он упал. В воду упал, да? Не повезло, ну да ладно. Вроде бы сколько там, 29, нормально, пусть растет. Так, давайте еще чуть-чуть порыбачим перед вечером, и уже с утра ица пойдем покормим куриц, свиней. Покажу вам, кстати, своих свиней, сейчас сверху у меня тоже есть ферма. Зацените. И покажу место, где мы планируем строить наш дом. Там я уже деревья насадил, жду, когда все вырастет. Это вон рыба, оп, ко мне. Удочку еще одну вытянул. Серьезно? Починка, прочность. Точно такая удочка, как у меня. Починка. А тут приманка, починка, приманка. Везучий рыбак 2. А если я их объединю, что получится? А ну-ка. Ну, видали, как вот удочка вообще топовая? Вот это классно. А ну, если я вот возьму, вот, например, возьму вот эту удочку поломанную, да? Возьму свою и... И у меня получится еще приманка, видали? То есть можно будет еще на приманку зачарить, но нужен 27 уровень это. Я не знаю, знаете, что мы сделаем? Ферму опыта как-то сделаем. У нас есть... У нас же есть спавнеры, мы будем это использовать. То есть сделаем ферму опыта. И потом будем чарить вот именно эту такую штуку, вот такие удочки. Так что, если хотите это увидеть, ну, вообще бомба. То есть вытащил топовую, топовый зачар, считаю, еще на приманку. Практически все такое, как у меня, только приманка. Так что, ну, вообще бомба. И шипы есть. Нужно... Короче, нужен алмаз, чтобы сделать броню. Дофига планов, ребят. Дофига планов. Я надеюсь, вам эти ролики нравятся. Вы будете поддерживать лайками, комментариями. И это будет стимулировать меня еще больше снимать для вас видосиков именно вот такого выживания. Сольного выживания. Так, давайте, клюй, клюй уж, давай. Он плывет. Опа, ко мне. Еще что-то вытащил, не знаю, что это было. Что это было? А, вот эту рыбьешку, походу. Да, рыбьешку. Ну, короче, ночью можно порыбачить. Пока ночь, можем порыбачить. Кстати, тут еще ночь можно свайпнуть, потому что я один выживаю. Если я ложусь спать, то ночь свайпается. Так что, можем сейчас ночь свайпнуть. Я вам покажу, как она свайпается. Только вот... Опа, ко мне. Еще одна рыба. Ладно, больше рыбы мне не надо. Не будем тратить время. Куда ты кинул эту удочку? Ты что? Что рыбачишь? Будешь собаку ловить. Так, еще один иглобрюх опять же у нас. Бесполезный, как по мне. Ну и чар. Ой, зачар вообще отличнейший зачар. Это сюда. Так. Наши зачары. Ну, это вообще меня очень радует. Алмаз, зачары. Седло нашли. Короче, если... Как свайпнуть ночь? Ложусь спать и ночка свайпается, наверное. Да, она свайпается. Наверное, я уже спал еще раз. Все, теперь у нас день. Всем добрейшие, добрейшие утрицы. И что мы сегодня будем делать? Сегодня мы пойдем, покажем вам наших свинок. Ну, удочка вообще круть. Утренней рыбалочкой еще можно было бы... Ну, смотрите, сколько у меня здесь всего растет-то. Так, мне нужна морковка для того, чтобы свиней развести. Вот одна. И вот две еще. Четыре морковки. Хорошо. Так, погнали. А, вот еще одна. Хорошо. Так, поехали. Мы сейчас свинок разведем, размножим. Также куриц тоже нужно размножить. Так у меня семен как-то не хватает. Вроде бы я думал, что у меня их намного больше. Ну да ладно. Вот. Здесь морковку посажу, семен нет. В смысле? Они же должны быть где-то. О, 22 есть. Сейчас я сюда чуть-чуть подкину. Так, это коровам. Это сюда. Отлично, еды дофига теперь. Это радует. Вот это радует больше всего. Кстати, лопату алмазную тоже нашел. В шахтах. Лутал, короче, эти шахты. Нашел там лопату. Так, и поехали покормим остальных животных. Покажу вам еще две фермы. Из животных, которые я сделал и уже завтра. В ролике, который выйдет, ну, скорее всего, завтра вечером. Потому что завтра днем мы будем его снимать. Вы увидите, как мы будем строить уже домик на дереве. Вот здесь я насажал деревья. Как видите, там очень большое одно дерево. Сейчас я вам покажу. Тут, кстати, крипер постоянно взрывается. Я уже думал нафармить криперов, чтобы именно... Тихо. Вот, короче, на том дереве будут строить дом. Домик на дереве. Ага, вот ты что. Хитрожопка. Спрятался от солнца под деревом. Видали? Минус. Минус нового. Так, пошли на ферму. И что у нас на ферме? Ферма птиц и ферма свиней. Вот у нас ферма свиней. Как их кормить? Я уже все тут сделал. Лестницу сделал. Выход. Вот, свиней можно размножить. Свиней, кстати, немного, так что пусть размножается. Их еще мало. Так, а вот тут у нас еще есть корова и курица. Очень много куриц. Коров я планирую убить, потому что они здесь мешают. В основном сейчас я их, скорее всего, сейчас и убью, потому что тут у меня будут только курицы. Давайте сейчас мы займемся чисткой. Коров как-то нужно убить, только куриц не убить. Ой, это таким образом нет. Так, нет-то. Может из лука застрелить? Блин, ну это так не работает. Убил корову. Убил корову, куриц вроде бы не убил. Или убил куриц тоже. Не знаю. Что, они уже не хотят, чтобы я их убивал. Пощады просят. Ладно, давайте лук. Из лука будем убивать. Так будет надежнее. Курицы хотя бы не убью. Притык прям, давай. Вот так вот в ногу тебе. На. Все, минуснулась одна. И другое прям в глаз сейчас. На тебе прям в глаз. Вот, пам. Она не умерла. Да, значит, следующий уже. То есть стой, не двигайся, животные. Кстати, скоро у нас будут выходить ролики. Именно охота на животных. Я их буду выпускать и охотиться на них. На острове. В шею давайте. Нет, в шею нет. В задницу сейчас. Стой, не двигайся. Ну блин, животные. Короче, все, минуснулась. Есть. Теперь у нас здесь одни курицы. Так будет получше, я думаю. И тем более мне нужно было мясо. И я его нафармил. Пять стейков и кожа, которую я переделаю в... О, давайте еще куриц размножим. Яйца у нас и так есть. Которые я переделаю в книги и смогу уже чарить что-то крутое. Так, курицы, курицы. Все, есть. Отлично. Куриц много. Короче, вот у нас свиньи. Тут курицы. Там будет дом на дереве. Еще в планах объединить две удочки. Сделать вообще топовую зачарную удочку. Сделать червальную машинку. Какой-то рычаг. Не знаю, зачем он мне. Ну, очень-очень много еще планов. Так что, если вам этот видосик понравился, не забывайте поставить лойсик. Подписаться на канал. И пишите комментарии. С вами был Безумный ТВ. Увидимся на стримах. Пока-пока.